уважаемые дамы и господа привет было несколько комментариев на тему того что как бы нам научиться жонглировать едой или как сказать переворачивать еду в сковороде не трогая ее лопаткой для чего это нужно во первых есть ряд продуктов которые мешать не рекомендуется ибо они могут от воздействия физического воздействия на них могут поменять свою текстуру поменять свою форму поломаться еще что-то а иногда просто лучше не лезть туда так вот для этого повара используют технику как подбрасывание которую который позволяет переворачивать продукт и соответственно не трогая его руками не там не измазав не лопатки в общем как бы это считается неким шиком это не шик это производственная необходимость смотрите я вкратце попытаюсь рассказать конечно педагог из меня тот еще но все таки во первых сковорода должна быть вот с каким-то таким бортиком полукруглым и уходящим вверх есть сковороды нашего любимого шведского бренда у них угол такой странный не подвернуть его а вот как-то вот как под 45 градусов что это такое дно ровно а потом раз под 45 градусов прямой борт я про сковородку у меня практически все сковородки с завернутым краем то есть вот он его видно видите вот так бы бы такая бывалая у меня сковородочка оп когда пупси кто это в общем если у вас есть сковорода вот с таким вот бортиком то тогда уже половина дела сделано дальше вам нужно взять то на чем вы будете тренироваться ну с чем вы будете работать я взял чечевицу по моему сорт онтарио зеленая мелкая в чем суть вот крупа или это может быть и рис это может быть красная чечевица она должна быть то есть продукт который вы используете должен быть желательно мелкий во вторых он должен быть тяжелый потому что если продукт например будет какой-то вы возьмете арахис который легкий который скачет такой день 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 фасолина там еще что-то в бобы какие-то это все будет у вас на сковородке скакать и вы будете все это разбрасывать по кухне бегать с веником и так далее безусловно нужно значит взять какой-нибудь стол вот как у меня например разложить его сделать большую площадь что-нибудь постелить может быть даже полотенце я сейчас образно какую-то тряпку для того чтобы я особо рассыпать не буду поэтому я вам так на примере для того чтобы если у вас падает чечевица смотрите она не разлеталась по столу полотенце не дает ей отскакивать и чечевица падает на него потом очень легко можно взять и обратно все это сыпать это я для тех кто соответственно вдруг еще первый раз и у нее не получается так активно жонглировать всякими ингредиентами в сковороде как у опытного шеф-повара смотрите много не берите если вот если вот чечевицу стряхнуть вот таким образом чтобы она здесь у нас была то пачки было полкило а 450 граммов но ориентировочно здесь граммов 200 наверное но она такая прям тяжелая ведь ее немного что мы делаем какие должны быть простые навыки у которых нужно помнить и знать давайте я вначале высыпаю чечевицу вы должны каким-то образом вот я попытаюсь объяснить это очень тяжело конечно сделать но вы должны понять почувствовать как это происходит вы берете сковороду пока что без чечевицы есть движение наверх это значит чтобы у вас не лежало но полетит у вас по касательной вот сюда в лицо есть движение вперед если вы сдвинете вперед и остановите тот по инерции пища сдвинется вот сюда и упрется о борт если вы по инерции сдвинете вперед остановите и чуть-чуть на миллиметр сдвинете назад то тогда по инерции пища будет двигаться вперед упрется в борт и вы как бы напряжете ее инерция начнет ее поднимать по борту а тут важно как бы подхватить ее потому что если вы просто сделаете движение и упрётесь то скорее всего она поднимется по борту и перельется в эту сторону ну перельется это тоже знаете как вода как песок поэтому вам нужно сделать и движение вверх и движение вперед и на себя сначала вы делаете движение вперед а когда вы хотите сделать на себя то вы делаете на себя не в горизонтальной плоскость а чуть-чуть приподнимая как бы вот смотрите горизонтальная плоскость вы делаете движение давайте сбоку попробуем может быть так получится горизонтальная плоскость видите есть движение вперед назад длинная вперед об и чуть-чуть назад когда вы делаете и хотите поймать поймать продукт вы должны сделать об об вы должны как бы на себя но его направить вы сделали вперед об и направляете как бы отрывая немножко сковороду для того чтобы направить продукт понимаете я сейчас образно так как бы вперед ведете потом об и уже подлавливаете ну давайте попробуем так значит объяснял объяснял не знаю я надеюсь что все более-менее поняли значит в горизонтальной плоскости давайте на всякий случай вдруг чет пойдет не так а сюда нужно полотенце ставить ну вот видите сам объяснял объяснял и оказывается полотенце нужно ставить сюда потому что отсюда высыпается сильно большие амплитуды не делайте движение должно быть небольшим то есть если мы просто сдвинем об на автомате у меня рука вот все равно сдвигать вперед и на себя чуть-чуть об об горизонтальной плоскости кстати тоже получается но я подозреваю что это получается потому что когда ты в ресторане один два три дня четыре на плите поворачивать порой знаете бывают вот такие огромные сковородки там для обжарки лука все прочее и там не сможешь просто кистью работать вот таким образом поэтому там приходится на плите прям но этого не получится если у вас нет вот борт такого если у вас дно прямое и борт вот сотейник на 90 градусов по отношению к одну тогда тоже очень тяжело это сделать потому что будет сталкиваться движение инерция будет со стеной сталкиваться а не с полукругом по которому она поднимается и все и вот по чуть-чуть как это называется позанимаетесь немножечко этим и у вас все начнет получаться вперед назад вперед назад вперед назад потратьте блин полчаса вот реально потратьте на это полчаса поймите как работает вот это все как ваша кисть работает она устанет поваров учат чтобы он еще они еще и левой рукой это все делали потому что в правой скорее всего они будут держать какую ложку или вилку все вывод прям повара тренируется знаете где на кухне ресторана можете чуть-чуть менять угол до для того чтобы понимать как работает ловить этот момент пытаетесь это сделать у вас все получится я вас уверяю ничего сложного нету блин если мы можем заставить вернее натренировать обезьяну вкручивать лампочку лилейскую от за бананом но уж разумный то человек может это сделать потренируйтесь потренируйтесь это и реально несложно вообще не сложно но предплечье немножко устает но это во всяком случае это движение можно делать дольше чем взбивать венчиком белки все ничего сложного теперь можно так можно так можно эдак потом можно знаете как когда жарится лук со стенок соскребаете или рис потом вот так сделали потом отсюда попробуйте всяко-разно потом омлеты вы там можно аккуратно очень омлет здесь сворачивать это высший пилотаж сворачивать омлет прям в углу сковороды по чуть-чуть так вот так 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 делаете у вас он сворачивается все а дальше как только вы к чему-либо прикасаетесь вы должны обязательно выполнить такое домашнее задание например жарите картошку попытайтесь сделать вот так один-два раза хотя бы ну что-то у вас вывалится на плиту ничего страшного уберите и каждый раз день за днем вот одну минуту от 10 секунд что-то жарите вы тогда поймете прилипает картошка у вас вроде бы она и вся на сковороде то не пригорает да но мешать ее например бывает вот так вот невозможно по определенным причинам бывает вы жарите рис он комком у вас вас комок неудобно это все делать чуть больше мастера раздавить этот рис не знаю что то с ним сделать если вы жарите например стейк видите не наливайте сюда масло чтобы он у вас когда перевернется вас обрызгал кипящим маслом на сковороде жарьте попробуйте со стейком оп переверните его больше амплитуду сделайте и по 10 секунд вот каждый раз когда вы что-то делаете попробуйте разные продукты по разному мешаются это чечевица рис по-другому бобы по-другому бобы будут отскакивать у вас летать туда-сюда но отварная фасоль она у вас уже будет по-другому она будет чуть-чуть прилипать к сковороде вы будете спокойненько ее перемешивать в общем я надеюсь что как-то более-менее понятно я объяснил а дальше все ваша сноровка закалка и тренировка пишите комментарии я буду периодически делать короткие рубрики по каким-то таким маленьким лайфхаком и соответственно от этого будет зависеть насколько интересно мне будет на канале вот от вас зависит поэтому пишите комментарии ставьте лайки пишите что так что не так я с удовольствием читаю ваши комментарии пока до новых встреч